Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке? Смотреть на книги и то уже счастье. Перед вами пир достойный богов. Вы осознаете, что можно принять в нем участие и наполнить до краев свою чашу. Говорил когда-то английский писатель Уильям Теккерой, выражая идею, объединяющую людей разных эпох и национальностей. Сегодня я предлагаю вам продолжить знакомство с одним из самых интересных отделов библиотеки имени Горького. Здесь хранятся следы не просто книжной, но народной культуры давно минувших лет. С вами программа «Русская культура. Истории О». С тех самых пор, как появилась письменность, каждый, кто умел писать, понимал свою ответственность перед последующими поколениями и стремился оставить для них наиболее важную информацию. Не случайно с таким трепетом сегодня мы относимся к берестяным посланиям канавших в лету времен и пытаемся расшифровать их. Позднее с развитием государственности, с появлением летописцев и летописей стало ясно – с помощью верно написанного текста можно свернуть горы и повлиять не столько на настоящее, сколько на будущее. Ведь спустя годы ни летописцы, ни тех, о ком он писал, не станет. А вот потомки прочтут и именно по этим строкам составят представления о людях из прошлого. Значимость того, что написано пером, люди от века к веку понимали все отчетливее. И тем более важное место в жизни человека занимала книга. Некогда к каждой книге относились как к произведению искусства. Однако и сейчас, когда книга прежде всего источник информации, осталось отношение к ней как к ценности. И в связи с этим стремление оформить ее как шедевр. Совершенно различные их исполнения. Вот сейчас в руках я держу книгу в тканевом переплете с золотым трехсторонним обрезом, с золотым тиснением. Это книга, которая включает в себя все трагедии, комедии и сонеты Верима Шекспира. Интересное издание, символы и награды. Трехсторонний цветной обрез. Кожа, очень хороший картон используется для крышек. Форзец цветной. Ну и, соответственно, воплощенная бумага. И вот такие красивые иллюстрации. Это все совершенно коллекционные издания. И однозначно они, конечно, должны находиться только в центре редких и ценных изданий. Лермонтовский герой нашего времени Печорин накануне дуэли читал шотландских пуритан Вальтера Скотта. Много времени посвящал книгам и пушкинский Евгений Онегин. Его вкусом посвящен целый отрывок романа в стихах. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита. Да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Отрядом книг уставил полку, читал-читал, а все без толку. Всеобщая любовь к чтению в русском дворянском обществе появилась в XIX веке. Обеспеченные люди читали книги зарубежных авторов, античную литературу, составляли библиотеки, которые теперь, в настоящее время, тщательно изучают современные библиографы. В центре редких изданий особенно гордятся экземплярами из библиотеки Василия Головина. Эта библиотека совершенно уникальна. Уникальна тем, что в свое время она насчитывала более 5000 томов. К сожалению, на сегодняшний день мы можем говорить только о где-то 500 документов, которые сохранились. Причем разбросана эта библиотека на всей территории нашей Великой России. Зафиксирована она как личная библиотека в научной библиотеке МГУ. И 78 экземпляров мы имеем на территории Рязанского региона. Эти книги бесценны не только тем, что это издания конца XVIII, начала XIX веков, выполненные также на бумаге ручного литья. Они интересны тем, что здесь очень много имеется помет самого Василия Михайловича Головнина, его сына Александра Васильевича Головнина, бывшего министра просвещения, который также приумножил отцовскую библиотеку. И надо сказать, что эти пометы очень характеризуют саму личность Головнина. Они сделаны не просто подчеркивание, отчеркивание, они раскрывают особый дух, особое отношение Василия Михайловича к общественной, государственной жизни, к тем событиям, которые происходили. Это не мертвая библиотека, это очень пластичная, очень патриотичная библиотека. И наш, конечно, долг, в первую очередь, эту библиотеку представить для читателей, читателей не только Рязанского региона, но и России, а может быть даже и более, поскольку эта библиотека является библиотекой мирового уровня. Мы обнаружили, что в следующем году, в 2016 году, исполняется 240 лет со дня рождения нашего великого земляка Василия Михайловича Головнина. И просматривая наш фонд, потому что фонд мы свой постоянно изучаем и постоянно делаем какие-то открытия, мы обнаружили, что в фонде Рязанской областной универсальной научной библиотеки находится 38 экземпляров из его личной библиотеки. Далее мы пошли уже изучать, какие же есть книги в библиотеке Кремля, в нашем государственном архиве, в других библиотеках Рязанского региона, и обнаружили, что на сегодняшний день мы можем говорить о более чем 70 экземплярах. Я вот не случайно не упоминаю конкретную цифру, потому что поиск продолжается, и почти каждый день, каждую неделю цифра эта изменяется. Так вот, мы это обнаружили и решили пойти дальше, потому что наш региональный комплект, он должен был бы дополнять ту личную библиотеку, которая зафиксирована в научной библиотеке МКО. Мы обратились к ним, и они с большим удовольствием согласились принять участие в нашем проекте. Получилось так, что в процессе реконструкции этой библиотеки мы стали обнаруживать эти экземпляры в некоторых библиотеках Петербурга, Санкт-Петербурга, в некоторых архивах Санкт-Петербурга. Потом наш поиск несколько расширился, и мы вот на сегодняшний день уже имеем контакты с музеем, Азовским музеем-заповедником, который также в своих уже фондах музейных имеют книги Василия Михайловича Головнина из его личной библиотеки. Много книг находится в Российской национальной библиотеке, вот пока они формируют нам только свой список, а конкретно мы не можем сказать, сколько там их будет. Сюда же вошли и рукописи, и что самое интересное, такой проект дал нам возможность обнаружить в фондах Рязанского государственного архива рукопись Василия Михайловича Головнина, которая до этого момента не была нигде опубликована. Она была как бы спрятана, вплетена в книгу Сарычева из его же библиотеки. Ну и вот таким образом, мы считаем, мы совершили своего рода открытие, прорыв. Мы еще решили все-таки туда включить в приложение три рукописи напечатать, которые представляют наибольший интерес и для библиофилов, и для книговедов, и для историков. Ну вот, пока, я так скажу, мы в начале этого пути. Есть в центре и книги из других частных библиотек. Все они являются особой ценностью, хотя бы потому, что могут многое сказать о человеке, который их когда-то собирал и читал. Это Алексей Васильевич Селиванов, всем нам хорошо известный человек, который был, можно сказать, основателем нашего теперь государственного архива Рязанской области. У него была богатейшая библиотека. Основную часть он оставил в библиотеке архива. Но вот некоторые экземпляры все-таки попали из общего фонда хранилища и к нам в библиотеку. Большой интерес представляют книги Ивана Индюшкина, потому что у него была очень интересная и крупная библиотека, которая включала совершенно разные по тематике, по отраслям книги, но, конечно, в большей степени преобладали книги художественной, литературоведческие, искусствоведческие. Индюшкин был известным человеком в Рязанской области. Он был заместителем, вот как мы бы сейчас сказали, заместителем председателя Товарищества торговых организаций. Но, тем не менее, его интересы были очень широки, и большое количество книг из его библиотеки находятся в нашем фонде. В данном случае я держу книгу некого Владимира Петровича Немтинова. Понятно, что это дворянская фамилия, мы попытались это узнать, но пока не удается уточнить, что это был за человек, хотя, судя по тому, что у нас несколько таких книг и имеется штемпель, то есть он был изготовлен специально для него, вероятно, это был довольно известный человек и такой страстный библиофил, потому что книг у нас с его автографами и штемпелем не так мало. В прошлом выпуске мы уже говорили об извечном споре, нужны ли иллюстрации в книгах. Так или иначе, работа известных художников-иллюстраторов знакома каждому из нас с детства. Один из таких иллюстраторов – Вадим Конопкин, родом из Рязани. Художник начал работать, когда процветали крупные издания советской эпохи. Создавая образы, он передавал стихию, атмосферу каждого произведения. Если делаешь иллюстрации, обязательно надо читать. И не просто читать, а вот я всегда так вот и про себя думаю, когда начинаешь работать с каким-то писателем, с книгой, в него влюбляешься. То есть даже если он не нравится. Некоторые писатели не просто не нравятся, когда начинаешь с ними работать. Это что-то другое, это не мое. А потом, когда вникаешь, вчитываешься, уже человек становится твоим близким другом. Например, Бальзак. Я никогда не думал, что буду работать над Бальзаком. Но вот эта книга, она уникальна тем, что не вошла в собрание сочинений. И мне пришлось работать с первым переводом. Я вот это видел, вот эту вот переводную рукопись. Это очень интересно. Работать с текстом, читать. Потом некоторые тексты менялись. Вот. Это вышла отдельная книга и, по-моему, больше не переиздавалась у Арсула Мироя. Вот. В этом было интересно. Потом, когда почитал этого Бальзака, он есть части и наив определенные, и есть серьезные человеческие отношения, которые тоже представлены как... Для нас это вызывает улыбку даже вот эти все герои главные, символы какие-то того времени, и такого вот... Бальзаковские образы. Вот. Но... Я это и пытался отразить в люстрациях. Где-то немножечко ребячество, где-то что-то детское, где-то там так далее, так далее. То есть плохие, вот они плохие. Вот. Они плохие. Вот. Хорошие, они хорошие. Они хорошие, добрые. То есть вот, пытаешься это передать, углубляешься. С 1986 по 2005 год издано более 200 книг с иллюстрациями Конопкина. И эти рисунки запоминаются не меньше, чем строки самого произведения. В тех залах есть работы, которые, ну, тяжелые смотреть на них. Там есть вообще, которые, ну, просто вот... Мне самому и нас страшно бывает. Посмотреть они тяжелые. Вот. Как убивают наших людей, красноармейцев закапывают в землю. Свои же русские люди. Там, ну, страшные вещи. Гибели там. Это тоже пишут писатели. Писатели своего времени. И когда начинаешь с этим работать, материалом, ну, попадаешь, окунаешься вот в эту же вот стихию. Это и психологически отчасти тяжело передать. Вот. Я, в общем-то, на каком-то... Когда вот поработал, мне уже хотелось от этого отойти. Уже не идти по пути писателя, что он навязывает. Лучше делать свое. Ну, вот так вот получается, что если уж берешься за это дело, надо, конечно, изучать автора. Сколько дней труда, сколько ночей без сна, сколько усилий ума, сколько надежд и страхов, сколько долгих жизней и усердного изучения вылиты здесь в мелких типографских шрифтах и стиснуты в тесном пространстве окружающих нас полок. Писал любимый автор Евгения Онегина Адам Смит. Мы по сей день остаемся одной из самых читающих стран мира и храним свою культуру, в том числе книжную. С вами была Марина Комиссарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова